Жительница украинского Харькова, вынужденная после начала военных действий эвакуироваться в Западную Украину, создает уникальные игрушки, средства от продажи которых откладывает, чтобы восстановить разрушенный после ракетных ударов парк имени Горького. Подробности в нашем сюжете. Это хрупкая женщина, известный производитель авторских игрушек из Харькова. Ее милые зайчики и мишки, которых она с любовью шила и вязала, должны были беречь сон малышей. Но 24 февраля стало началом кошмарного сна для украинских детей и взрослых. Мне снился этот страх. Мне снился страх, и мне снилось, что война, и что нужно прятаться. Я ни взрывов ничего не видела, но как только в 5 утра я услышала вот эти взрывы, я сразу вспомнила свой сон. Это был мой сон. Я сразу все поняла. Я написала своей подруге. Марина быстрее вставая, началась война. Первые две недели она верила, что военные действия ненадолго. Женщина была убеждена, что люди всегда могут договориться и прекратить разрушать дома и жизни. Но становилось все хуже. Ну вот самое-самое жуткое, наверное, был вот этот истребитель, который в 500 метрах от нас сбросил бомбу. Вот этот звук, это вообще, его невозможно описать. Это страх. У меня, наверное, часов 10 после этого была лихорадочная такая дрожь. В тот день квартира друзей Ирины в центре Харькова оказалась разрушенной. Они переехали жить в ее дом. Паника, страх, отчаяние, слезы стали спутниками миллионов людей. Но Ирина нашла в себе силы и поставила цель спасти не только свою жизнь, но и помочь другим людям. А главным стимулом стали игрушки, которые она создавала много лет подряд. Где-то день на десятый я смогла подойти к игрушкам, потому что к игрушкам нельзя подходить с плохой энергетикой. Они должны нести добро и счастье. А если у меня внутри страх и ужас, то как можно делать вообще игрушку? Я подошла, поняла, что оставить я их не смогу. Даже если крыши в моем доме не будет, я не уеду без игрушек вообще. Вот не уеду и все. Потому что, ну, в них моя душа. Как это? Я поеду, а моя душа останется? Нет. Прошло 50 дней, прежде чем Ирина нашла волонтеров, которые помогли переехать ей, перевезти ее уникальные игрушки. Оказалось, что для тысяч вынужденных беженцев именно эти маленькие зайчики стали счастливым талисманом. А зайчиков этих я выложила, и тут же все мои покупатели, которые в Харькове когда-то у меня покупали, и зайчишек, и другие игрушки, начали писать о том, что уезжая, они собирали свою маленькую игрушку с собой. То есть они, это как оберег получается уже. Сразу по приезду в один из городов Западной Украины она стала шить новую коллекцию и продавать, чтобы после войны восстановить любимый город. Деньги я откладываю. Я думаю, придет время, и будет понятно, как помочь Харькову. Возможно, это будет тот же парк Горького, на который я отдам свою часть денег, чтобы его восстановили, потому что все-таки у меня все связано почему-то с детьми. В начале мая, когда Ирина уже была в эвакуации, Харьковский парк Горького в очередной раз попал под ракетные удары. Так же, как и другие объекты инфраструктуры города. Пока о начале восстановительных работ говорить рано, но Ирина верит, что военные действия скоро прекратятся, и она, как и другие харьковчане, сможет вернуться домой и вновь на улицах спокойно будут гулять взрослые дети, сжимая в руках ее милые игрушки. Лина Миронова, специально для CJTN.